Ксюш, как ты в институте относилась к философии? Терпеть ненавижу, вообще не могу. Кошмар, ужас, помогите! Вот, такое отношение. Тогда почему ты предложила посмотреть Ergoproxy? Потому что я считаю так, что если тебе не нравится предмет, то в первую очередь виноват преподаватель, а не сам предмет. Поэтому, видимо, есть у тебя некоторые страсти к философии. Всё понятно, возможно, если бы ты смотрела Ergoproxy вместо того, чтобы учить все эти трактаты, ты бы, возможно, лучше относилась к философии. Ну, вообще-то я и смотрела. Всем привет, меня зовут Эдуард. А меня Ксюша. И вы слушаете подкаст Бака, подкаст о новом и классическом аниме. У нас продолжается новый сезон. Это уже второй эпизод. В прошлом выпуске, если вы пропустили, в основном прошлом выпуске, мы обсуждали аниме Великая Небесная Стена. Это новое аниме. А в этот раз мы обсуждаем классическое аниме. Мы обсуждаем аниме 2006 года. Ещё чуть-чуть, и будет 20 лет. Пара лет осталось, копейки какие-то. Какой ужас! Какой ужас! Да, так что в этот раз у нас классика. Мы обсудим, насколько легко или сложно разобрать сюжет в Ergoproxy. Обсудим, почему оно выглядит так, как оно выглядит. И самое главное, зададимся вопросом. Это философское аниме или это псевдофилософское аниме? Этот сезон мы делаем вместе с сервисом Bookmade, где можно прочитать книжки, и о нём я расскажу ближе к середине эпизода. А сейчас я вам ещё напомню о том, что у нас есть Boosty, Patreon, Telegram закрытый и VK-донаты, где можно посмотреть и послушать в два раза больше эпизодов Баки. Например, там есть ещё, помимо эпизода про Великую Небесную Стену, выпуск про Скотта Пилигрима, который жмёт на газ. Так что не пропускайте, подписывайтесь, переходите по ссылкам в описании и слушайте больше Баки. Ну что, как всегда, давай начнём с истории создания. Что вообще такое ErgoProxy? Откуда взялось это аниме? И это оригинальное аниме, то есть у него нет первоисточника, нет никакой манги, нет никакого ранобе, нет никакой книги, на которой бы эта история была основана. И это оригинальные аниме-студии, которой тоже больше нету. Студии Manglobe, потому что студия Manglobe, она занималась как раз оригинальными сериалами в основном. Из самых известных это Samurai Champloo. Но в 2015 году эта студия стала банкротом. Более того, у неё набралось долгов на 350 миллионов йен. Так что Manglobe сейчас больше не существует. Если что, это где-то около 170 миллионов рублей. Надеюсь, это не проклятие ErgoProxy на них сыграло. Возможно, проклятие оригинальных аниме, которые не так хорошо смотрят, как аниме по каким-то первоисточникам. Наверное. Есть такое подозрение. Созданием сериала, кстати, я не зря вспомнил Samurai Champloo. Занимались люди, которые работали и над Ковбоем Бибопом, и над Самураем Champloo. Режиссёр Сюка Мурасе и сценарист Дай Сато. Причём второй, что важно, как мне кажется, работал ещё и над призраком в доспехах. Синдромом одиночки. И в ErgoProxy есть некоторые общие черты, давай так скажем. Ну давай будем честны. ErgoProxy — это завершающий аккорд постпанка. Он поставил жиренючую точку, и всё. Это правда, это правда. И на самом деле с Ковбоем Бибопом и Самураем Champloo этот сериал связывает не только создатели, но и в целом подход к эпизодам. Мы об этом поговорим чуть дальше. На самом деле, если разбираться, то эти сериалы работают очень похожим образом. Ну, наверное, ну есть, есть много сходств, да. А пока расскажи про сюжет. О чём эта история для тех, кто не смотрел ErgoProxy, потому что я уверен, что среди нашей аудитории есть люди, которые не смотрели ErgoProxy, потому что это старое-старое аниме. История начинается максимально банально. Как обычно, постапокалипсис нам показывают мир, ну как бы новый мир, который живёт под куполом. Соответственно, там суперские нанотехнологии, у каждого человека есть свой представленный робот, который с ними чуть ли не с рождения, и они во всём полагаются именно на технологии, на этих роботов. И, собственно, мир живёт по каким-то там своим странным законам. Вроде бы всё ещё человечим, но, например, чтобы завести ребёнка, там им нужно было разрешение. Вот, всем этим миром правит дед и ещё там четыре статуи. Ну, короче, эти четыре статуи — это искусственный интеллект, как можно догадаться, потом спустя несколько серий. Вот, это как бы, это такое коротенькое описание мира под куполом. У нас есть главная героиня, которую зовут Рил. Да, если что, её имя так и пишется. Реал. Я очень долго смеялась. Там на самом деле Реал, но А ещё выпадающая, поэтому иногда там Рил просто без А. Ну, короче, да. Ну, короче, непонятно. В медкарте было написано Реал. Я такая, Мадрид. Да, спасибо. Короче, вот. У нас есть вот эта вот главная героиня. Она внучка главного деда, который, я не помню, как его называют, но условно президент. Ну да, условно президент. Да, она типа такой местный ФСБшник, отвечает за всякие расследования, за преступления и так далее. И, в общем, как-то раз в городе происходит невероятное происшествие. Там объявляется монстр самый настоящий и начинает просто там всё крушить вокруг. И, как оказалось, он гнался за одним определённым человеком. Это наш второй главный герой, которого зовут Винсент Лоу. И, в общем, да. Короче, пока они там гнались друг за другом, поубивали 100 тысяч людей, случайно замочили жену и ребёнка главы безопасности этого купола. И, соответственно, у нас появляется как бы такой стимул к мести и движению сюжета. И, короче, да, Винсент теперь преступник, за ним охотится, за ним охотится, точнее, его преследует Рил, чтобы там разобраться, что вообще произошло. И его преследует вот этот вот глава безопасности. Да. И нам ещё потом показывают внешний мир, который, ну, скажем так, там малоприятная картина, потому что там всё серое, там ничего нет, там только мусор и какие-то непонятные люди, которые каким-то образом смогли выжить просто на выжженной земле, где всё в газах, задымлениях. В общем, если смотрели мультик Валли, представьте, что там нет башен из мусора. Вот это будет оно. При этом мы узнаём, что за пределами этого купола Ромда есть ещё разные другие купола, где тоже где-то живут люди, где-то не живут люди, какие-то из них разрушены, какие-то из них нет. В какой-то момент, собственно, Винсент оказывается за пределами купола, потом и Рил с ним оказывается за пределами купола. И вместе с роботом, маленькой девочкой Пина, они отправляются в путешествие для того, чтобы разгадать тайну, кто же этот монстр, как он связан с Винсентом, почему он его преследовал, и вообще попытаться разгадать загадки этого всего мира. Вот примерно такой сюжет. И если вы не хотите каких-то спойлеров, то это вот для вас завязка для того, чтобы обратить внимание на этот сериал и посмотреть его. А мы дальше начнём обсуждать всякие разные важные для истории вещи. Ну, кстати, это тот редкий случай, когда аниме очень сложно проспойлерить. Ну, там довольно сложный сюжет, и ты скорее запаришься всё-всё рассказывать. Ну, я легко могу вот сходу несколько... Ну, всё, да, но несколько каких-то фактов... Это очевидно, это всё максимально очевидно. Вот нам вот первую серию показа, ты задаёшься этими вопросами, и ты уже сразу знаешь все ответы. Ну, не совсем. Я бы сказал, что там есть несколько загадок, на которых строится сюжет, но давай сейчас мы это всё обсудим. Окей. Этот выпуск мы делаем вместе с нашим партнёром, подписным книжным сервисом BookMate. В BookMate есть больше 200 тысяч электронных аудиокниг и, кстати, даже комиксы. И в том числе там можно найти фантастику, благодаря которой зародился жанр киберпанка, а благодаря этому появился и сериал ErgoProxy. В одном из прошлых эпизодов, который был посвящён призраку в доспехах, мы с вами немножко обсуждали историю возникновения киберпанка, что киберпанк в кино появился в 1982 году благодаря фильму «Бегущий по лезвию», американскому фильму. Но после этого жанр перекочевал в Японию и почти полностью был захвачен японскими авторами. Кстати, когда мы Акиру обсуждали, мы тоже это проговаривали. Настолько японцам оказался жанр киберпанка близок из-за ощущения надвигающейся экономической катастрофы в 90-х годах. Как раз вот на волне этого интереса появился «Призрак в доспехах», Акира и другие культовые работы в этом жанре. ErgoProxy, понятное дело, относится к уже второй волне популярности киберпанка, которая пришла после всех этих культовых произведений. Но, тем не менее, она всё ещё работает с жанровыми тропами и с какими-то распространёнными приёмами, которые появились ещё в «Бегущем по лезвию». Но, если мы дальше будем разматывать этот клубок вдохновения и влияния, то мы обнаружим, что «Бегущий по лезвию» это хоть и первый киберпанк в кино, это не первый киберпанк в принципе, потому что «Бегущий по лезвию» основан на романе. На романе мечтают ли андроиды об электроовцах Филиппа Дика. И между этим вот самым первым романом, киберпанком и ErgoProxy есть очень много общего. «Загибайте пальцы». Действие романа происходит через несколько лет после того, как завершающая мировая война опустошила почти всю Землю. И после войны ООН стала пропагандировать то, что люди должны отправиться в космос и переселиться во внеземные колонии, чтобы защищать человечество от пагубного влияния разрушенной атмосферы и радиоактивной пыли. В качестве дополнительного стимула каждому эмигранту, в качестве работника-слуги, назначается бесплатный андроид, которых уничижительно в романе называют «Анди». И скажите, это уже очень сильно напоминает ErgoProxy, правда? Тоже разрушенный мир, тоже люди отправились в космос, и тоже роботы-спутники есть. Но это еще не все. В романе рассказывается история охотника за головами Рика Декарда. Если вы смотрели «Бегущий по лезвию», вы узнаете какие-то общие вещи вот с этого момента. И Декарт преследует андроидов, существ, неотличимых от людей, но которые являются роботами. И в ErgoProxy мы тоже видим, как андроиды, когда обретают самосознание, их уничтожают. И главный герой тоже как раз принадлежит к группе людей, которые занимаются отловом и уничтожением этих роботов. И даже наполненность символами и отсылками в аниме очень сильно напоминает роман 68-го года. Даже само имя главного героя в романе Декарт понятное дело отсылает нас к известному философу. Во-первых, философу, который очень сильно цитируется в ErgoProxy, а во-вторых, в ErgoProxy все имена героев сделаны по тому же принципу, на основе каких-то отсылок философских учений и каких-то известных личностей, о чем мы в этом выпуске чуть дальше еще поговорим подробнее. То есть, несмотря на то, что ErgoProxy это не аниме первого поколения киберпанка, большое вдохновение из самого первого киберпанка романа Филиппа Дика. И если вам интересно разобраться, как этот жанр работает и насколько на самом деле оригинально аниме ErgoProxy и насколько она находится в традиции киберпанка, советую вам почитать роман «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» Bookmade. Этот роман, кстати, совсем небольшой, там около 200 страниц и он до сих пор читается очень свежо, несмотря на то, что это уже классика, которой много-много лет. И если вам понравится этот роман, там же в Bookmade можно найти другие произведения Филиппа Дика. Сборник рассказов «Вторая модель», роман «Сдвиг по-марсиански про колонизацию Марса», например, тоже классная книжка. И напомню, что если вы никогда не пользовались Bookmade, если у вас нет Яндекс Плюса, у нас есть специальный промокод, который называется «Букбака», и он дает 45 дней подписки плюс с опцией Bookmade абсолютно бесплатно. Как раз успеете прочитать роман Филиппа Дика. Я оставлю ссылку на активации промокода и на книгу «Мечтают ли андроиды об электроовцев» в описании этого выпуска, где вы его не смотрели или не слушали. Так что пользуйтесь. Итак, на самом деле, мне кажется, что для ErgoProxy идеальная метафора это то, что ErgoProxy это лук. Чё? Типа, мы все многослойные, ты Шрека вспомнил? Да, да, я Шрек, как в Шреке. Великаны как луковицы. Воняют? Да нет, доводят до слез. Да что ты? Типа, есть несколько слоёв у этого аниме. Так. И как бы первый поверхностный слой это детективная интрига, потому что нам как бы задают загадку, кто же этот монстр, кто же эти прокси, как мы узнаём, как они называются, и что этих монстров несколько. И учитывая, что Рил, она как бы детектив по-хорошему, у нас есть вот этот первый план детективный. И он же главный, по сути, сюжетный. То, где развивается история, плоскость, в которой развивается история. И вот ты говоришь, сложно описать сюжет. На самом деле, мне кажется, сюжет описать довольно просто. Но проблема в том, как он рассказан. И из-за того, как он рассказан, тебе сложно его воспринимать. Потому что ErgoProxy с самого начала очень скучно смотреть. Потому что там как раз очень плохо сделана вот эта детективная линия. Нам не дают каких-то зацепок для того, чтобы развить наше любопытство. Нам просто показывают какие-то разрозненные факты. Вот здесь Винсент какого-то робота убивает. Вот здесь он лечит робота-ребёнка. Вот здесь он убегает от монстра. Вот здесь он выпрыгивает из купола. И ты такой «Я уже не то, что запутался, я просто уже не улавливаю, о чём вы мне рассказываете, и какая здесь вот эта детективная подоплёка». Кто такой врач Дедал, который там есть? Как он связан с Рилл? Зачем Рауль, вот этот самый чувак из безопасности, охотится за Винсентом? То есть ты понимаешь, что это месть. Но, короче, поначалу первые пять эпизодов смотреть ErgoProxy очень скучно из-за разрозненности повествования. Другое мнение. Первые пять эпизодов это лучшие пять эпизодов этого аниме, потому что дальше, наоборот, для меня лично была жуткая тягомотина, ну просто кошмар. Вот эта вот развалюха, лодка, да, я думала, она не доплывёт никогда. А самое тупое, спойлеры, простите меня, если что, выключите, когда они доплыли до Москвы и такие поцеловали стенку, такие, ну всё, возвращаемся, мы нифига не поняли, что это написано, но мы увидели такой же ключик, значит, нам надо обратно в Ромда. И я такая, нет, 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 вы не могли так поступить, пожалуйста. Там даже, понимаешь, там отсылка была как будто бы к планете сокровищ, помнишь, когда они вот все, там, Флиннрайдеры и так далее приехали, прилетели на эту планету и нашли капитана, который держит, блин, мозг, ну, типа, карту памяти этого робота, вот тут было примерно то же самое. Почему никто его не починил? Почему никто решил не чинить этого робота? Why? Why? Типа, люди, вы живёте в мире, где технологии круче людей, и тут вы, значит, приезжаете, такие, о, ну, он сломан, ну, поехали обратно. Серьёзно? Серьёзно? Нет, просто, почему, почему у меня претензия к этой линии, к детективной? Потому что, на самом деле, детективная линия вся укладывается в четыре эпизода, могла бы, вся, абсолютно, от начала и до конца аниме. При том, что в конце аниме часто нам дают те факты, которые нам нужны для разгадки, как бы, всего сюжета. Потому что, вот, мы вначале рассказали сюжет, как бы, завязку, а какая там развязка? В чём суть? В том, что были люди, они засрали планету, улетели с планеты и оставили на земле существ, каких-то полубогических, полубогов, которые называются прокси, которые должны были отстроить купола, восстановить там какую-то популяцию, для того, чтобы, когда люди вернулись, у них было, как бы, место, где жить. Но прокси единый, один из прокси, решил, что это какая-то чепуха, потому что, когда люди вернутся, все прокси, как бы, за недавидностью должны умереть. И он восстал против этого и создал ещё одного прокси, который, эрго-прокси, собственно, Винсент, оказывается, что Винсент это эрго-прокси, и, как бы, задача эрго-прокси восстать против людей, и когда люди прилетят обратно, как бы, помешать им заселить планету, отомстить им. И заодно уничтожить ещё все купола, уничтожить всех других прокси, просто, чтобы насолить людям. Всё. Вот весь сюжет эрго-прокси. В одном... Это реально в четыре эпизода можно уложить. Но здесь двадцать три эпизода. И вот почему у меня проблема с детективной линией, понимаешь? Ну, слушай, я когда смотрела, я вообще даже не уловила, что там детектив. Я такая, что это что, был детектив всё время? всё это время вот сейчас мне рассказывают, что ух ты, интересно, потому что лично для меня это была история о том, как я и моя шиза пытаются примириться. Всё. Вот, вот как бы суть вот такая. Это, мне кажется, второй слой. Сейчас мы идём поговорим. второй слой, второй слой, это философский слой. Как раз, как бы, вопрос я и моя шиза, что называется, я и ещё все мои личности, которые здесь, вот они рядом со мной собрались. И здесь передо мной вставал главный вопрос, когда я смотрел ErgoProxy. Это интеллектуальное аниме, это как бы философское аниме, или это псевдоинтеллектуальное псевдофилософское аниме? В чём разница? В случае, если это псевдофилософское аниме, то мы как бы накидываем кучу каких-то отсылок, мы набрасываем кучу каких-то умных слов для того, чтобы казаться более умными, мы заморачиваем сюжет, закручиваем вот так, чтобы это выглядело круто, но при этом, по сути, это как бы, не знаю, Шрек, да? На самом деле, там нет ничего более серьёзного, то есть, это типа специальные усложнения, чтобы восхитить людей. Интеллектуальное же аниме, это как бы мы пытаемся с помощью метафор передать какую-то сложную мысль. Ну, понятная разница, мне кажется. И вот, когда я смотрел ErgoProxy, у меня всё время вот на этой шкале между интеллектуальным и псевдоинтеллектуальным, я вот так вот носился из одной стороны в сторону в другую, потому что я не понимал, как бы, насколько это одно или другое. Потому что, с одной стороны, здесь огромное количество отсылок ради отсылок. Типа, почему многих авторейвов, многих роботов вот этих, зовут в честь философов? Это нет для чего не нужно. Я специально посмотрел, как бы, имена этих философов, я загуглил их работы, некоторые из них я читал в институте. Они никак, блин, не связаны с сюжетом. Абсолютно. Тут есть отсылки на гдастицизм, тут есть отсылки на карты Таро, тут есть отсылки в именах на мифологию ацтеков и других латиноамериканских древних племен. Зачем? Абсолютно не зачем. То есть, в какой-то момент я абсолютно был уверен, что всё это нужно для того, чтобы запутать и навести тумана для зрителей и сделать вид, что мы очень умные и что понимание вот этих всех отсылок на самом деле не влияет никак на понимание сюжета. Есть предположение. Так как аниме вышло в 2006 году, а это, знаешь, та эпоха, когда японцы такие есть же европейская культура, есть же их философия, и они, короче, все побежали во все вот эти вот кресты, католикам, ну как бы вспомните только тетрадь смерти. Это вообще что такое? Целая эпопея. Вышедшая, кстати, в тот же год. Это с Евангелиона началось. Это началось с Евангелиона. С 98-го года. Ну, да-да, где автор такой, а давай крест просто херачим вот во всю картинку и нормально будет. Вообще ничего не предполагается, но все подхватили. Ой, господи, японцы. Ну ладно. В общем, да, у меня есть реальная уверенность в том, что авторы просто подхватили вот эту вот моду на всю вот эту вот философию интересненькую, от которой я взевала весь универ. Простите меня, пожалуйста. Но, знаешь, с другой стороны, они периодически как-то очень умело начинают играться этими смыслами, но опять же там из разряда кто есть я, зачем там человечество и так далее, и заставляют тебя реально загоняться. Иногда несколько серий подряд. особенно, когда заканчивается вот этот момент с детективной частью и они начинают свое путешествие, это просто становится невыносимо. Ощущение, что ты все больше и больше погружаешься в болото, и потому меня так бомбит, когда они наконец добираются до Москвы, потому что там было просто миллион бессвязных философских событий, особенно, когда этот начальник безопасности запустил просто ядреную ракету еще раз, такой, да ладно, пусть летит. Зачем? Нафига? Ну, она, блин, несет что-то невероятное за собой. И вот предполагалось, что развязка этого путешествия будет просто феноменальной, ну, прям вот суперская, и нам все вот это вот расставит по полочкам, но фишка в том, что этого не произошло. В конце авторы такие, а теперь возвращаем экшен. Подумали и хватит. А! Две мысли. первая мысль. Вот вся вот эта часть с их путешествием, почему я вначале говорил про Самурай, Чамплу и Ковбой Бибопа, потому что вся середина сериала Эргопрокси по структуре абсолютно напоминает вот эти два сериала. Даром, что не Синитирова Танаба над ним работал. Потому что здесь разрозненные эпизоды, которые можно легко переставлять местами, и от этого смысл меняться не будет, которые рассказывают, как главные герои сталкиваются с разными прокси, которые чаще всего каким-то ментальным образом влияют на либо одного главного героя, либо на всех трёх, на Рил, Винсента и Пино. И это может быть серия Викторина, которая сперва воспринимается абсолютно как филерная, а на самом деле довольно много рассказывает о сюжете, о глобальном. Серия, где Пино попадает в Диснейленд, псевдо-Диснейленд. Почему Диснейленд? Как это связано с философией гностицизма? Никак. Или, например, серия, где появляется второй эрго-прокси, второй Винсент и вторая Рил, и они пытаются разобраться, кто из них там, кто первый, кто второй. Вот этот полусон, где они в большом торговом центре. Прикольная, кстати, серия была. В большом магазине. Абсолютно бессмысленная, абсолютно бессмысленная. Это как бы первая мысль о том, что это просто по структуре похоже. Если вам нравились роот-муви, вот такие анимешные в стиле Самурай Чамплу и Ковбой Бибопа, то эрго-прокси в какой-то момент тоже превращается в такой роот-муви с героями, где герои довольно интересные и приятные. Пина из них самая приятная, но и за Винсентом и за Рил было интересно смотреть и каждую серию можно по отдельности глянуть из середины и это будет любопытно и странно. Это как первая мысль. Вторая мысль связана вот с тем, о чём ты говоришь, что авторы удивительным образом умудряются задавать какие-то философские вопросы. И вот это как бы другая половина. С одной стороны, да, у них много отсылок ради отсылок, но при этом с другой стороны здесь действительно много важных философских вопросов. от того, кто такой Бог и нужен ли он вообще человеку и что делать человеку, который не знает Бога или наоборот знает и не верит ему. То есть это такие неншанские вопросы. Просто в какой-то момент они реально начали повторять эти библейские сюжеты и я смотрю и думаю, это как будто бы Великий потоп. Опять. У нас есть Ковчег, у нас есть Ной, но Ной в этот раз пошёл немножко не туда. В этот раз он решил просто эту лодку потопить в самом начале. Дальше там «Если Бога нет, то в чём смысл жизни?» Они говорят по-французски «R'ze Trois», но как бы по сути в чём смысл жизни? Вот как бы вопрос, который периодически главные герои друг другу задают и себе задают. Причём здесь, мне кажется, тоже есть как бы какой-то важный поворот, такой японский в каком-то смысле, что помимо того, что у тебя должен быть смысл жизни, это ещё и должен быть смысл жизни, который ты сам для себя выбрал или нашёл или создал. Потому что у многих вот этих жителей того же Ронда и других городов вот этих куполов, у них у каждого есть предназначение, потому что они все клоны, они все как бы произведены искусственным образом, у них всех есть определённая как бы цель. Рил это вот детектив, там Рауль это вот этот защитник, ну и так далее, и так далее, и так далее. И все как бы распиханы по ячейкам. Но при этом на самом деле они несчастливы, как в серии про Диснейленд у них не искусственные улыбки, потому что это не тот смысл, который они сами для себя создали. И собственно то, к чему Винсент, он же Ergoproxy в конце приходит, и Самарил тоже это говорит, что может быть это всё предначертано, но я делаю так, как я считаю правильным. Собственно, ты сам как бы конструируешь свой смысл, если он тебе нужен. Вот. И вот все вот эти какие-то важные вопросы, они действительно философски глубокие. И аниме действительно в них копается и действительно отстраивает какую-то логичную канву того, как бы задаёмый вопрос, и мы на него пытаемся найти разные ответы и примеряемся, что из этого правда, что из этого нет. И понимая это, ты опять находишься на развилке, то есть у тебя с одной стороны куча отсылок ради отсылок на философию, а с другой стороны действительно философия, которая как бы наполняет этот сериал и делает его не просто пустышкой. Знаешь, почему ещё может казаться, что там недоработанная часть про философию, потому что вот момент с роботами, когда они все оказываются там поражены вот этой вот киберболезнью, из-за которой Кагита вирусом. Это, кстати, тоже отсылка, что типа Кагита эргосум, мыслью значит существую, мыслящий вирус, они типа начинают обретают сознание, поэтому... Да, да, мыслящий вирус там, да-да-да. Вот эта часть капитально недоработана, потому что нам показывают всего-то там двух роботов, которые реально потеряли мозги, это Пино и этот Авторейв... Как его зовут? Не помню. Ну, короче, Авторейв Рил, который был с ней с рождения. И фишка в том, что у нас есть просто обалденное аниме, которое круто раскрывает эту тему, это призрак в доспехах, ну, типа, про сознание, вот это вот киберсознание и так далее. И вот есть эргопрокси, где они ну, реально замахнулись и бросили эту тему, то есть вообще они ее не доработали, они просто сказали, что вот, ну, да, у роботов вот эта вот болезнь каким-то образом появилась, да, у них вроде бы появилось свое сознание, но это не точно, возможно, это все еще болезнь и какие-то вообще странные токсичные отношения у людей и роботов и бла-бла-бла, но мы пойдем дальше на кораблике плыть. Что это было и зачем? Единственное, у кого это работает, это Пина, которая вначале копирует рисунки мальчика за пределами купола, с которым она дружит, а в конце она впервые рисует свой рисунок себя с отцом, и это единственный работающий элемент этой истории. Но, понимаешь, это тоже как бы не дает тебе чувства удовлетворения, это то, что Пина нарисовала в конце картинку, вообще не закрывает гештальт, вообще нет, ну, она потому что она реально была в каждой серии, она была абсолютно в каждой серии, и она особо ничего не делала, она была просто милашкой, вот, она только наблюдала за людьми, она там, ну, периодически с кем-то заводила дружку, но не было вот этого у нее окончательного осознания, что надо, допустим, дружить с кем-то, что у нее есть привязанность к Винсенту и к другим. У нее есть, мне кажется, у нее есть несколько мейлстоунов, типа, у нее есть в начале, когда она понимает, что такое смерть, у нее есть серия, где она не рассказывает секреты Винсента как раз про Диснейленд, потому что она считает, что это ее друг, есть серия, где она понимает, что такое грустить, и что такое испытывать печаль, и в конце серия, где она рисует отца. Мне кажется, что в ее случае можно было, конечно, еще более подробно это раскрыть, но вот Пина, она действительно раскрыта. Игги, вот, собственно, авторейв Рил, он просто является отражением Дедала, они как бы одинаковые, просто в разную сторону, они оба помешались на Рил, но один, когда обрел свободу, начал испытывать гнев по отношению к ней, а другой пошел в сторону отрицания, типа, раз ты ушла от меня, значит, я сделаю себе еще одну такую же. И они как бы просто медалька с двух сторон. У Игги функция была не в том, чтобы рассказать, как робот себя чувствует, когда он обретает душу, а для того, чтобы раскрыть отношения с Рил и саму Рил. Вот. Ну, наверное, но, если честно, я вообще недовольна тем, как это все, как эту тему раскрыли, потому что ее не раскрыли от слова совсем. Ну, как бы, есть только пина, но ее там настолько мало, настолько вскользь, что это скорее бесит, чем нравится. там есть, как мне кажется, три произведения, которым отсылки имеют смысл. Из всего, что там процитировано, есть три, которые имеют смысл. Первое – это «Матрица». Понятно, почему. Потому что пробуждение, потому что выход за пределы кокона, когда Винсент падает назад, это цитата на сцену, когда Нео просыпается, когда Рил направляет свой дробовик в экран, это цитата на Тринити, который ровно с такого же ракурса это делает. И самое интересное, что мне нравится, если это просто цитаты, то там есть переворот сюжетной цитаты, потому что, когда в себя приходит Винсент, будучи за пределами кокона, как бы, как в «Матрице» это работает, там Нео просыпается, и его наставник начинает его учить, что это другой настоящий мир, вот реальность, а то, что ты видел, это всё искусственное, и вот мы сейчас в реальности живём, и ты избранный, и ты всех спасёшь. Что здесь происходит? Здесь наставником выступает лысый мужик Худи, который врёт напропалую, который придумывает истории за историей за историей, которые не меньше ложь, чем то, что находится внутри купола, и ты понимаешь, что реальность за пределами, она такая же лживая, как реальность внутри, абсолютно нет никакой разницы, потому что ложь это абсолютно человеческая как бы черта, и находишься ты внутри машины или снаружи, ложь остаётся ложью, и вот это мне понравилось, то есть на «Матрицу» ты такой, это прикольно, что вы переворачиваете этот сюжетный ход. Второе произведение, как мне кажется, которое имеет смысл, это «Алиса в стране чудес», потому что Пино ходит в заячьем костюме, она как кролик ведёт в нору Винсента, утаскивает его, они летят на корабле, который называется «Кролик», опять же, и они встречают в какой-то момент, Винсент точнее встречает, мужичка, который задаёт вопросы, прямо цитирующий Чеширского кота, и они находятся в таком межпространстве с книгами, и как бы линия «Алиса в стране чудес», она хотя бы прослеживается на протяжении всей плюс-минус истории. Вот это вторая вещь, которая цитируется. И третья вещь, которая цитируется и имеет смысл, это Юнг и его бессознательное, потому что если посмотреть на состав, как бы группы, которые путешествуют, там есть взрослый, там есть ребёнок, там есть родитель, и там есть как бы внутреннее самосознание «я вот это эргопрокси», то есть он борется со своим бессознательным, он должен его принять, то есть вся вот эта философская юнговская школа того, как обрести смысл жизни и зачем нам всё это нужно, оно здесь, опять же, хотя бы имеет смысл, хотя бы оно как бы прослеживается на протяжении всего сюжета. И если отбросить все остальные отсылки, которые есть в этом аниме, если забыть про то, чтобы гуглить фамилии героев, если бы забыть про то, почему тут пифагоровская пещера возникает и вообще вот эти все десятки-десятки других теорий, которые авторы цитируют, и оставить только матрицу, призрака в доспехах, Алису в состоянии чудес, и Юнга, всё абсолютно становится понятно, и вся философская линия становится понятна, все мысли автора становятся понятными, и Эрго Прокси становится интересно смотреть, просто самое интересное. Ну, наверное, наверное, да. Ну, слушай, Эрго Прокси, по моему личному мнению, не настолько скучное аниме, в какой-то момент оно реально становится безумно затянутым, но там есть свой вайп, вот этот вот. Эта атмосферка, она, конечно, завораживает меня лично. В итоге, честно говоря, моя любимая серия, это шестнадцатая, где они без ветра сидят в своём корабле. Я так и знала, я так и знала, что она тебе понравится больше всего. И просто ты видишь, как Рил постепенно меняется. Просто это единственная серия, где нам чётко показывают как бы процесс, где нам не скачут из места в место, не закидывают нас псевдофилософией, а где нам показывают развитие героя, интересный процесс, какие-то ситуации. Как постепенно Рил из робота превращается... Принцессы. Да, из принцессы, из робота превращается в настоящего человека, живого, который чувствует эмоции, который кроме какой-то цели, которая несётся, ещё и может как бы воспринимать реальность вокруг. И это интересно. Да, эта серия была прикольной, реально прикольной. И, наконец, есть третий слой. Я бы сказал, что он второй, но ради интересности нашего рассказа мы скажем, что он третий. Это слой постапокалиптический, назовём его так. или лоровый, то есть про мир вокруг, про то, как этот мир функционирует. И вот он, как мне кажется, сломан абсолютно напрочь. Потому что, если ты задаёшься вопросом, в чём логика происходящего, то у тебя возникает сразу безумное количество вопросов, на которых нет ответа. Например, представь себе, что вот у нас есть люди, которые настолько технологически развиты, что они могут создать существ, которые практически бессмертны, у них восстанавливаются клетки. Более того, эти клетки уничтожаются под солнечным светом. То есть всё продумано. И что они просят делать этих бессмертных существ? Они просят их создать города, в которые населить людей, чтобы потом этих людей уничтожить, когда придут другие люди. Там есть один купол, который меня подтолкнул на эту мысль. Купол, в котором есть только роботы, где есть типа домики, продукты, магазины, товары, всё чистое, и ездят роботы. Вот как бы такой купол. И я, как бы будучи человеком, который, например, полетает с орбиты или с другой планеты, населять Землю, я такой, да, вот этот купол подготовленный для меня. Я как бы туда заселюсь. Зачем делать уже населённые куполы? Какой в этом смысл? Ну, слушай, нам тут не рассказали, тут мы можем фантазировать. Ага, да, подожди, ещё дальше. Если, если у нас вот эти 300 бессмертных существ, они бы сделали какое-то количество куполов, чтобы люди вернулись, а дальше они могли бы заняться, например, уборкой загрязнённой планеты, для того, чтобы когда люди туда вернулись, она была чистая. Поэтому гораздо больше смысла, чем создавать роботов, которые должны создать зачем-то какое-то типа псевдогосударство, абсолютно странно функционирующее. Типа одно государство будет у нас воевать постоянно, одно государство у нас будет Диснейлендом, третье государство у нас будет псевдоутопией. Какой в этом практически смысл? Слушай, ну тогда роботов Вали ещё не придумали, что поделать? Это уже потом было, это уже следующая история. Ну просто, если ты задаёшься вопросом про то, как работает вот этот постапокарипсис, это абсолютно бессмысленно. Но мы уже поняли, что это аниме вообще ни разу не про логику, потому что детектива не вышло, про стройного лора не вышло, но у нас очень много странных шизоидных элементов, которые реально тебя вгоняют либо в ступор, либо заставляют очень сильно призадуматься. Собственно, это аниме совершенно не про продуманность, наверное. Ну то есть, это реально аниме не про что-то такое осязаемое, не про реальность, вообще нет. Мы просто из серии в серии бродим по чертогам чего-то разума. Не совсем понимаем, чьего. Это сейчас мы бродим в башке прокси или мы сейчас в голове Винсента Лоу, а вообще Рил где потерялась. А, сейчас сюжет про робота, ну понятно, понятно. Так что нет, нет, даже вообще вот не ждишь, что здесь будет какой-то какая-то стройная логика и тебе все разложат по кирпичикам, нифига. Ну тогда главный вопрос. За что люди это любят? Ты видел опенинг? Ты видел опенинг? Вот, по крайней мере, за опенинг можно любить это аниме. и за эндинг с Radiohead, да, Radiohead там играет? Да, да. Музыка, кстати, интересная, я тоже заметил, что, во-первых, она классная, она классная и в опенинге, в середине великолепная, но самые запоминающиеся музыкальные треки там, они как будто, я даже в какой-то момент подумал, что это тот же композитор, который писал музыку для Тетради Смерти, но потом я начал гуглить, и оказалось, что, во-первых, это другой композитор, во-вторых, Тетради Смерти и Ergo Proxy делались примерно там плюс-минус в одно время, то есть просто так совпало, что у них очень похожи вот эти религиозные музыкальные мотивы, которые там есть. Ну, такая эпоха была. Хор, и такой, у-у-у, и ты такой, да-а-а, и это классно. Ой, ты вообще не представляешь, что там музыкальная индустрия у японцев происходила в этот момент, там просто все метал-группы с ума сходили по этой теме, там столько готов было, вам не горюй. И, кстати, в этом проявляется то, что это аниме двухтысячных, в этом и в цветовой гамме, потому что, с одной стороны, анимация в сериале, учитывая, что это 2006 год, выглядит очень хорошо, там много экшена, там есть красивые очень кадры, но цветовая гамма, вот эта противная из двухтысячных, серая, блеклая, о которой мы говорили в выпуске про врата Штейна, она здесь просто максимально, как будто кто-то наложил фильтр и забыл включить цвета. Там есть одна цветная серия, где викторина, и как будто авторы все цвета, которые у них были, потратили на эту одну серию. Да-да, но там просто чисто кнопку депрессию включили, и все. Да-да, и более того, если вы смотрите на плохом экране, то есть еще вероятность, что вы не разглядите половины деталей, просто потому, что там очень низкий ключ и очень темно, все. Да, а еще так как аниме довольно старое, и почему-то конкретно эргопрокси очень сложно найти в нормальном качестве, ну, по крайней мере, в российском интернете, это просто какой-то ужас, особенно если ты хочешь смотреть субтитрами. И в какой-то момент я просто сдалась и думаю, ладно, я буду смотреть дубляже. Я досмотрел все субтитрами, я досмотрел все субтитрами. Ну, что в итоге? Выигрывает ли для тебя атмосфера и музыка, или для тебя выигрывает плохо скроенный сюжет? Все-таки первое. А может быть, а может быть, просто авторы реально смогли в тебя что-то вложить философское, и ты вот сидишь и загоняешься. Периодически бомбишь, но загоняешься. Сложный вопрос. Для меня вопрос произведения это философское или псевдофилософское остался в итоге открытым. То есть, я для себя смог найти и философские моменты, и заумь, которая специально сделана для того, чтобы запутать зрителя, для того, чтобы выглядеть умнее, чем ты есть на самом деле. И из-за этого мне до сих пор сложно сказать, как я отношусь к Ergoproxy. Мне кажется, что это какая-то классика наряду с Самраем Чамплуков, Боем Бибупом, экспериментами Лейн и Евангелионом, или это жвачка, которая пыталась похайпить за счет того, что она не такой, как все. И судя по количеству обзоров на Ютюбе, которые, кстати, занимают и одну позицию, и другую, судя по количеству каких-то эссе и фанфиков, условно говоря, разбирающих отсылки и пытающихся подвязать что-то с чем-то и натянуть саму на глобус, Ergoproxy удалось как бы стать культовым. Но снова, опять же, исходя из всего этого, из всего перечисленного мной пересмотренного, я так и не определился окончательно, как мне это аниме, насколько я готов быть в одном лагере или в другом. В итоге я могу сказать только то, что какие-то серии мне понравились, какие-то серии мне было отвратительно, скучно смотреть. и вот Ergoproxy, оно вот где-то на вот этой шкале находится, и, возможно, каждый из вас должен посмотреть и решить, где для него в этой шкале находится Ergoproxy и написать нам в комментарии, что вы думаете. Пишите. Очень интересно. Ответов нет. На этом получается все, но так как за 45-50 минут, которые мы тут обсуждали в Ergoproxy, как мне кажется, невозможно все как бы точки над ИР оставить, и невозможно все отсылки объяснить. Мы вообще не пытались этого сделать, потому что это невозможно, но если вам интереснее покопаться поглубже, я оставлю в описании к этому выпуску, а еще в нашем телеграм-канале список источников, которые вы можете посмотреть, почитать, которые вы можете изучить, чтобы больше узнать о Ergoproxy и погрузиться поглубже в это странное, сомнительное, но любопытное аниме. Местами красивое. Местами красивое, ладно, ладно. Хорошо звучащее. А мы на этом заканчиваем наш эпизод. Не забудьте, пожалуйста, подписаться, если вы слушаете нас в подкаст-приложениях, на ютюбе, поставить там колокольчики, звездочки, написать отзывы, написать комментарии, потому что это все поддерживает Баку и помогает нам находить все больше и больше новых слушателей. Кроме того, если вам нравится нас слушать, если вы хотите узнать больше про другие разные аниме, то обязательно подпишитесь на нас на Патреоне, на Бусти, в закрытом телеграм-канале или в ВК-донатах, и там на следующей неделе, например, выйдет эпизод про мою геройскую академию, про первый сезон, где мы обсуждаем «А это хороший сенен?» или «Так себе?» Извините, просто тема интригующая следующего эпизода. А на этом все, еще раз говорю вам, всем пока! Пока! Пока!